В последнее время органы власти утвердили сразу несколько нормативных актов, которые, наконец, позволят сформировать рынок доступного жилья. О некоторых рассказали участники пресс-клуба Северо-Западной палаты недвижимости «Новые законодательные инициативы в области жилищного строительства и аренды», прошедшего в рамках выставки семинара «Жилищный проект». Председатель правления Северо-Западной палаты недвижимости Павел Созинов отметил, что за прошедший год органы федеральной и местной власти значительно продвинулись в формировании новых законодательных инициатив на рынке недвижимости. Весь пласт в области жилищной политики активно перелопачивается, и ситуация будет меняться. Насколько кардинально, покажет время, но интересно, что эти инициативы, они приходят и в области земельного кодекса масса предложений, и в области жилищного кодекса, градостроительного. То есть практически все основные сегодня законодательные, все законы претерпевают в той или иной части изменения. Результаты этих изменений будут заметны в следующем году. Однако, как считает Павел Созинов, предлагаемые законодательные инициативы, существующие проблемы в полной мере пока не решают. Это касается, например, ситуации с участниками долевого строительства. Есть региональные инициативы по защите прав участников долевого строительства, есть федеральные инициативы, пока они не сводятся в единый пул тех документов, которые могли бы описать эту ситуацию полностью. Существующие на сегодняшний день нормативные документы не позволяют с уверенностью говорить о том, что долевое строительство безопасно для всех его участников. На мой взгляд, даже эти законы все еще пытаются не обезопасить гражданина, а помочь застройщику нести меньшую финансовую нагрузку при строительстве дома, привлекая средства простого гражданина, тем самым перенося этот риск. По мнению эксперта, если бы был запрет на привлечение средств физических лиц до того, как дом будет сдан в эксплуатацию, тогда решились бы многие проблемы. К середине года в Северо-Западном федеральном округе насчитывалось около 5,5 тысяч обманутых дольщиков, из которых половина приходится на Петербург, сообщил БН, эксперт аппарата полномочного представителя президента РФ ССФО Юрий Курикалов. Это без учета граждан, которые вложили средства в приобретение второго жилья. Если учитывать граждан, которые вложили средства для приобретения второго жилья, то сегодня тоже звучал упрек, что таких граждан не учитывают. Такая статистика тоже существует. Значит, где-то в полтора раза больше считать можно обманутых дольщиков. Где-то около 7,5-8 тысяч. Вместе с тем, стоит отметить, что число обманутых дольщиков все-таки становится меньше, в том числе и за счет того, что достраиваются проблемные дома. На проблемы долевого строительства обратил внимание председатель областного комитета по стройнодзору Михаил Москвин. Не сказать, что в Ленинградской области много дольщиков. Их всего полторы тысячи. Но даже один обманутый дольщик – это все равно предмет для разговора и для выработки механизмов помощи данному человеку. В регионе уже разработан механизм помощи обманутым дольщикам. И проект скоро поступит на рассмотрение парламентария. Предлагается, например, предоставлять на торгах компенсационные участки с обременением в виде незавершенного строительства. Участники круглого стола обсудили также проблемы коммуналок. Так, депутат Законодательного собрания города Елена Киселева напомнила, что Петербург – это коммунальная столица России. По статистике, сегодня практически каждый девятый петербуржит живет в коммунальной квартире. Сегодня беспрецедентное количество средств, но для бюджета беспрецедентное – 2 миллиарда выделено на расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге. Но это не сделает никакой революции. Это просто по отношению к прошлому году, например, в два раза больше денег на поддержку за счет бюджета. Все остальное, конечно, должны решить рыночные отношения и какие-то новые, совершенно стратегически другие для нашего города формы. Стоит добавить, что при нынешних темпах финансирования проблему питерских коммуналок удастся решить примерно через 200 лет.